Устилимск Часовня великолепно вписалась в городскую ландшафт и логически завершила территорию Аллеи Славы. Придя к трём звёздам, возложив инки, побывав у памятников воинам Афганской и Чеченской войны, люди могли пройти в часовню и здесь отдать дань памяти своим близким. Через год была образована Аллея памяти для тех ребят, которые погибли в Чечне. Посажены деревья и со временем возле каждого камня была табличка установлена с именем каждого воина. Недалеко от часовни расположен поклонный крест. Он был установлен в 2007 году местными казаками в честь 400-летия со дня основания Лимского острога. В своё время именно с таких крестов, как символа веры и защиты, начинались поселения. Главным храмом города, его православным центром, без преувеличения можно назвать храм во имя всех святых в земле российской просеявших. Расположенный на въезде в правобережную часть города, он первым встречает жителей и гостей, а также поражает красотой и величием. Кстати, изначально возводить объект планировалось совершенно в другом месте – в районе лечебной зоны. Да и по первому проекту сам храм должен был выглядеть иначе. Но в 90-е годы судьба строительства решилась по-другому. Пошёл вот этот развал трагический в нашей стране, и это повлекло за собой все соответствующие материальные трудности. Поэтому от этого проекта отказались. Сделали другой проект, его сделали в Улан-Удэ, сделали специалисты, которые занимались храмовыми проектами. Но он уже был вот такой, он был ниже, вместе с крестом, примерно 32 или 35 метров. Строительство храма началось в 1994 году и продолжалось в течение 8 лет. Отец Александр вспоминает, место, где возводился белокаменный шедевр православного зодчества, было достаточно сырым, что доставило некоторые неудобства при проведении работ. Но всё разрешилось благополучно. Под сам храм мы забили 276 свайн, под ним стоит такое именно количество. Они все давали отказ на 4-5 метрах. А вокруг храма всё уходило там в бездонный. И вот оказалось, что прямо под самим храмом как будто какая-то плита. Я до сих пор не знаю, что это, как будто диабазовая плита. Да, как будто ладошку кто-то поставил вот в этом месте, да, и храм построили. В 2002 году новый храм был торжественно открыт. Красота его внутреннего убранства нисколько не уступает внешней прелести. Это результат деятельности большого числа художников, иконописцев, умельцев, столяров. Здесь работали как местные мастера, так и представители столичных школ. Например, центральный иконостас писали иконописцы мастерской известного художника Александра Соколова. Это такой классический русский иконостас, тябловый. То есть вот эти разделительные полосы между рядами иконостаса, они называются по церковнославянски тябло. Поэтому и говорится тябловый иконостас. Ну а боковые иконостасы один в Иннокентьевском пределе писал тоже известный московский художник Илья Кручинин. В Богородичном пределе, в правом, писал наш местный Сергей Вершинин. Отдельно стоит упомянуть про помещение, предназначенное для проведения таинства крещения. Здесь находятся витражи, оформленные известными художниками-монументалистами – Виктором Сысоевым и Николаем Тарасиком. А также фрески, написанные по сырой штукатурке, выполненные художником Ильёй Кручининым. Наверное, нет в других храмах нашей братской епархии такого баптистерия, как в нашем храме. В подвальной части храма находится купель для взрослых. Баптистерия называется. Это мраморная купель, куда человек входит в полный рост. И, конечно, качество крещения и количество благодати не зависит от количества воды, я так считаю. Но, тем не менее, ощущение человека, который крестился в полном погружении, совершенно другое. Он действительно как будто начинает новую жизнь, вышел из воды. В храме всех святых в земле российской просиявших есть колокольня. Она оснащена десятью колоколами. Самый большой из них весит 1380 килограммов, а самый маленький – 8 килограммов. Всеми колоколами управляет, как правило, один звонарь. Однако, как бы не был красив храм, не стоит забывать, что в первую очередь это символ веры. Божественная красота, воссозданная в камне. И, глядя на него, мы должны задумываться о высоком, о смысле жизни, о добрых делах и намерениях. А находясь в его уютных и тихих стенах, обретать души мир, спокойствие и гармонию. Светлана Шеребкова, Илкин Садыгов. При поддержке Управления культуры администрации города. Новости ИРТ.